Привет всем! Сегодня хочу сделать паштет из печени, но холодным способом. Все обычно, как делается дома, мы берем, все обжариваем, но я сегодня буду делать по-другому. Взял у меня печень говяжья, жирная грудинка и я сварил шкуру от грудинки, варил ее 2 часа в кипящей воде, она стала мягкой. Дальше, грудинка жирная, я ее отжиловал, вернее снял шкуру, которую сварил, снял лишние какие-то жилки, в общем тоже перебрал ее. Что касается печени, я заранее нарезал вот на такие кусочки и в холодильнике в холодной воде воду менял три раза промывая, я ее всю хорошенько промыл, чтобы горечь вся из нее ушла. Пропорции по мясу следующие. Это у нас печень говяжья 30 процентов, грудинка 40 процентов, свиная шкура 20 процентов и 10 процентов лук крепчатый. Вот что на данном этапе нам понадобится. Соответственно и грудинку, и шкуру от нее, и лук я сейчас все пропущу через мясорубку, а дальше мы все это будем пропускать через скутер, либо можно делать это погружным блендером, либо блендером для коктейлей. Ну в общем поехали! Идем дальше. Надо сейчас заранее приготовить специи соль на весь наш объем сырья. Значит на 1 килограмм нам потребуется соли нитритные 8 грамм, соли поваренные 8 грамм, сахара 3 грамма. Если вы собираетесь делать таким образом, что вы съедите за день, за два, то можно нитритную соль не брать, а выбрать 16 грамм поваренной соли. Дальше на 1 килограмм берем перца белого 1 грамм, черного 1 грамм, мускатного ореха 1 грамм, кориандра 1 грамм, чеснока 1 грамм. Вот это все смешиваем вместе с солью и сахаром. И сейчас я печень буду засыпать в кутер. В вашем случае, если у вас кутера нет, то можно погружным блендером сделать это или блендером для коктейлей. И 50 процентов вот этой соли со специями вы добавляете в вашу печень. Поехали! Такая у нас получилась масса. Сейчас мы ее будем выливать в гастроемкость и дальше будем закладывать фарш из грудинки. И закладываем фарш. Это наша грудинка. Чтобы эмульсия паштета у меня получилась воздушная, я решил пойти по пути, как я делаю сардыльки сосиски. То есть добавить яиц. То есть яиц я добавляю, так же как и при изготовлении эмульсии для сосисок, 4 яйца на килограмм. И высыпаем оставшиеся специи. Эмульсию из грудинки мы уже взбили и заливаем эмульсию печени сюда же. И соединяем две эмульсии. Теперь нашу эмульсию мы сейчас все по банкам распределим. Банки я заранее простерилизовал. И в этих же банках мы сейчас будем варить. И в некоторые баночки я сейчас положу кусочки маслица. Банки крышками я закрыл. Теперь приступаем к варке. Емкость, которую я установил в банке, я залил водой. Вода должна покрывать крышки на 2 сантиметра. Теперь я довожу до температуры 70 градусов. Датчик я установил в кастрюлю. И при этой температуре, поскольку у меня банки все разношерстные, я буду варить 3 часа. Если же у вас банки небольшого диаметра и размера, то можно варить 2 часа при этой температуре, 70 градусов. Также можно воспользоваться сувидом, у кого есть. Если же нет, можно сварить в духовке. Также банки установить в емкость с водой, выставить температуру 70 градусов в духовке и варить 2-3 часа. После 3 часовой варки я погрузил банки в ледяную воду, добавив в нее лед. И здесь они пробудут у меня 20-30 минут, после чего переставлю в холодильник на плюс 2, плюс 4. Ну что, прошла ночь. Паштет получился вот такой у нас. Отстоял он в холодильнике 8 часов. Ну что, давайте попробуем, что в итоге получилось. Вот так он внешне выглядит. Масса однородная. Мясо. Такого характерного запаха почти нет. Нежненький. Вкусненький. Хороший. Резкого преобладания печени нет. Лук чувствуется. Вот то, что мы его не пассеровали. Не было вот этой обжарки. А он в натуральном виде сварился. Но он чувствуется. То есть он весь не раздробился. Но вкусно. Необыченько. То есть мы не так, как мы привыкли. Горячим способом, когда делаешь паштет. Вот. Здесь немножко он по-другому получился. Он и в то же время и плотный, и в то же время и мягкий. Размазывается. Но он только что из холодильника. Приятный. Ну вот. Один из вариантов способа приготовления паштета. Хороший. Достойный. Попробуйте, если интересно, сделайте. Мягкий. Специи норм. По соли вообще четко. Хороший паштет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будем дальше снимать.